Глобальные ворота возможностей для совместных проектов в новых реалиях. Так называлась тема панельной дискуссии по сотрудничеству Казахстана и Евросоюза в транспортно-логистической сфере. В форуме участвовали свыше 70 представителей госорганов ЕС и европейских структур, деловых кругов, международных организаций и экспертного сообщества. Наш СОПКОР Жанат Эрнс знает все подробности этой встречи. Одна из главных тем нынешнего заседания Берлинского евразийского клуба в Брюсселе – особо заинтересованность сторон в развитии дополнительных маршрутов транспортировки между Европой и Азией. Для этого у Казахстана есть высокий потенциал, отметили участники встречи. Если когда-либо и было время развивать более тесные связи, наводить мосты между Казахстаном и Центральной Азией, с одной стороны, и Европейским Союзом, то это время сейчас. И отрадно, что это понимание присутствует на всех уровнях руководства Европейского Союза. И не случайно в ближайшее время в Казахстане мы ждем с визитом президента Европейского Союза Шарля Мишеля. И со стороны нашего государства, и со стороны Европейского Союза, и со стороны других участников этого Каспийского транспортного маршрута будут инвестиции, будет внимание к развитию этого коридора. Предварительные итоги нашего исследования для Еврокомиссии о коммуникационных возможностях между Европой и регионом для устойчивости в транспорте говорят о хорошем потенциале Казахстана. У страны есть очень хорошая инфраструктура на местах, амбиции и планы усиливать эту инфраструктуру и поддерживать коммуникации между регионами. Двусторонние отношения Казахстана и ЕС развиваются хорошо. Я думаю, что предстоящий высокий визит главы Евросовета Шарля Мишеля в Астану только подтверждает это. Посол Казахстана в Германии Нурлан Унжанов подчеркнул, что за 10 лет Берлинский Евразийский клуб доказал свою эффективность как платформа для неформального диалога с участием представителей госорганов, бизнеса, экспертов из Казахстана, Германии и других европейских стран. Представитель Еврокомиссии Петерес Юстубс отметил важность развития экономики, экобезопасности и цифровых технологий в странах нашего региона. В Брюсселе поддерживают масштабные реформы нашей страны и нацелены на продолжение политических контактов и взаимодействие по проектам развития транспортно-логистических связей, подчеркнул представитель МИД ЕС Михаэль Зиберт. В новом транзитном коридоре между Европой и Азией роль Казахстана определяющая. Ничего не будет работать без Казахстана. Страна, находящаяся между самой большой по площади и самой многочисленной по населению странами, является абсолютно важной. Нефть и газ очень важны, но мы не должны заострять внимание только на ресурсах. Самое важное сейчас – это трансформация экономики и переход к промышленному производству, чтобы страна производила собственные товары. Представители казахстанских профильных ведомств и компаний наглядно представили европейской стороне, как будет развиваться транскаспийский международный транспортный маршрут. В свете геополитической ситуации есть вопрос по дальнейшему прохождению грузов, как транзитных, так и экспортных грузов Казахстана. И этот маршрут, он как раз-таки один из тех альтернативных маршрутов, который позволяет это сделать. В два с половиной раза повышен транзитный поток данного маршрута, поэтому еще есть запасы данного маршрута. В основном зависит все от слаженной работы других стран-партнеров. Их инвестиционный потенциал, поскольку он является значительным, в данном случае он бы хорошо помог. Что я здесь вижу, это не фолькшеный гибель. Есть все предпосылки для ключевой роли Казахстана в развитии отдельных транспортных направлений, как северного, так и южного направлений. Срединный коридор также будет активно развиваться. Сегодня по нему можно перемещать около 70 тысяч контейнерных единиц. Желательно довести эту цифру до одного миллиона. А для этого необходима инфраструктура. В будущем есть над чем поработать, и мы готовы к этому. Встреча казахстанских и европейских экспертов показала огромный интерес к экономическим и социальным реформам в Казахстане. и готовности обеих сторон к дальнейшему сотрудничеству в транспортно-логистической и других сферах взаимовыгодного партнерства.